Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Как мы анонсировали, Эдгар Сьянус у нас сегодня в студии Которая представляет Политическое объединение для развития За, добрый вечер Добрый вечер Да, много чего произошло в политике За этот день Уже за этот день Ну вот мы так еще до эфира успели поговорить Сейчас мы перейдем и к тому, что произошло за этот день Но вот так вот, если чуть-чуть посмотреть Я уже даже не знаю, политологически или философски Вообще, я так понимаю, что Даже и политические эксперты И те, кто имеет политический опыт Все-таки такого не ожидали Все думали, что да, будет сложно Будет непросто создать правительство Но так, чтобы имея столько возможностей Столько комбинаций за два месяца И ничего, и мы в тупике Вот, Эдгар, как вы оцениваете Ну, я полностью с вами согласен Я тоже был уверен, что трудности будут Но я не ожидал, что они будут настолько Непреодолимы, если так можно сказать И самое обидное, что эти проблемы такие Видуманные Это нереальные проблемы Нет, там нет никаких неразрешимых противоречий Например, концептуальных каких-то там Отличений в программах Ничего такого нет Это просто Ну, просто Пару партий Еще так до конца не освоили Что выборы закончились И продолжают свою деятельность Ежедневною, как предвыборное время И в такой атмосфере При ситуации, когда Ну, в нашей стране Как мы знаем После каждых выборов 100 депутатов в коалицию не делают Не делают Значит, 100 минус центр согласия Или согласия, да Там остается условно Ну, в этом парламенте 77, да Комбинации, конечно, становится Сразу намного меньше И если там конкретно Эти наши коллеги в парламенте Не поймут, что выборы закончились Нужно переходить Не забывая, конечно, то, что Наобещали перед выборами Переходя в такую конструктивную Составляющую Диалог, чтобы смотреть Что из программы можно выполнить В следующем году что Через годы и так далее Если это они не поймут И будут продолжать В том же духе В том же духе Я думаю, что у нас может быть ситуация Не дай бог, конечно, как Бельгия Да Это, кстати, тоже Два с половиной года Не смогли партии договориться Насчет нового правительства Я, конечно, надеюсь, что такого не будет Тем более, что Бельгия все-таки Чуть-чуть побогаче страна, чем мы И там, наверное, проблем поменьше Мы себе позволить Такого не можем Конечно Я с вами полностью согласен Но еще интересно Вот в продолжении того, что вы сказали По-моему, вчера можно По-разному относиться к бывшему президенту Господину Затлерсу Он сказал такую интересную вещь Что очень странно Что политики Особенно новые Что они сначала бьют своих партнеров По голове А потом говорят Ну, давайте как-нибудь сядем поговорим Это как-то странная тактика Не правда ли? И я думаю, что господин Затлерс Как человек, который именно то делал Когда он был в политике Мы помним, да? Затлерс как руководитель партии реформ Именно так и поступал Делал все неправильно И сейчас уже Он на своем опыте, конечно Какая-то часть шутки есть Он, конечно, на своем опыте Ошибок знает И, в принципе, он правду говорит Да, то, что он не понимал В 2011 году Когда в то время Единство И, ну, все время говорило Ну, господин Затлерс Немножко помедленный Завтра надо будет С ЗЗСом работать Да нет Никогда не случится Ну, прошло два года Как мы знаем В ЗЗС вошел в коалицию И господин Затлерс голосовал За За А до этого он там еще кричал Никогда И что с Центром Согласия Наш Союз разрушит только танки Только танки, да Еще одна Укрыватая фраза Да Ну, я думаю Нужно вслушаться Господина Затлерса Да Он все-таки человек Который может говорить Действительно Опираясь на свой опыт И у него действительно Опыт большой Что Всякие такие ошибки Могут довести до В принципе Катастрофы Политической карьеры Да Насчет его Это уже Это случилось Я думаю Все должны Прислушаться К господину Затлерсу Да Вот Еще говоря О формировании правительства К господину Гобзензу Мы еще подойдем Но вот Честно говоря Непонятно А что собственно Хочет лидер Новой консервативной партии Господин Борденс В принципе Он наверное Себя ведет так Как будто у него Не 16 мандатов А 61 Ну к примеру Так Не ну 61 нет Тогда бы он создал правительство Да Да Я шучу 41 Ну 41 Да 41 Что-то не хватает Ну Чуть-чуть Чуть-чуть Да В принципе Ну он так себя ведет И выдвигает какие-то ультиматумы Бесконечные красные линии Хотя вот Ему уже там Не знаю Три поста Уже четыре поста Может быть просто он сам хочет остаться в оппозиции Я не знаю Мне трудно сказать Мне трудно сказать Я конечно считаю Что действительно хорошее правительство Было бы такое Где господин Борденс И новая консервативная партия Бы вошла Все таки у них хороший старт В парламентских выборах И я думаю Что это было бы правильно Но к сожалению Действительно Новая консервативная партия Себя ведет Так Якобы у них стратегии Остаться в оппозиции К сожалению Я очень надеюсь Что это изменится Буквально в течение Следующих четырех-пяти дней Потому что Ну очень большая вероятность Что господин Гобзин Все таки будет Будет Не составит Правительство И у нас будет новый раунд Кандидатов И тогда конечно Я надеюсь Что и новая консервативная партия Будет все таки Ну Более конструктивная Более конструктивная Насчет вопроса Создания Нового правительства Ну мы знаем Что совершил Господин Гобзин Время так быстро идет Я так понимаю Это было во вторник Он Выступил с заявлением В котором Сказал Что он Исключает Из переговоров Ну как Номинант в премьеры Вот Для развития За И обвинил там Каких только обвинений Ну в адрес Вас и ваших коллег Не звучало Что вы какие-то Плетете интриги Что вы пытаетесь Торпедировать Правительство Гобзин Потом Случали Лично Ваш адрес Что вы там Какой-то формируете Еще одно Тайное правительство Там уже известен Премьер И так далее И так далее Вас вообще Вот эти заявления Удивили И в принципе ждали Что господин Гобзин Сможет пойти На такой Димаш Я абсолютно Уверен Что Был уверен Что господин Гобзин Пойдет На какой-то Димаш Против Кого Или в Конкретно Какой момент Это трудно Всегда Угадать Предугадать Да Но это было Ясно Что ему Как классическому Такому Популисту Да Авантюристу Да Такое Такое Такой Накал Эмоций Надо Ну просто Ему Придется Это делать Чтобы Ну там Ну как-то Показать Общественности Что Ну есть Какой-то Процесс Потому что Если мы смотрим На прошлую неделю То Формирование Правительства Господина Гобзин Это был Такой Ну в принципе Стендбай режим Да Ну в принципе Это было Было Ну мы Действительно Занимались Тем Что рассказывали Господину Гобзин Как устроен Там Кабинет Министров Какие Принципы Работы В Госсекторе Да И так далее Что можно Сделать Быстро Что нельзя Сделать Быстро Какие Процедуры И так далее Потому что К сожалению Если не считать Господина Закатыстова Да То Ну господин Гобзин Абсолютно Не ориентируется В том Да Насчет чего Он Ну сейчас уже Две недели Почти занимается Да Для него Процедуры Не ясны Уже не говоря Насчет Там Каких-то Реформ Да И что Там Мы спрашивали Ну окей Ладно Будем делать Администрированные Территориальную реформу Супер Да Давно Да По какому Принципу Сколько Будет Какая Цифра Самправлевни Будет По окончанию Да Как мы Это сделаем Месте С реформой Образования Потому что Отдельно Эти две реформы Вообще Невозможно Можно делать Да Господин Гобзин Смотрит Нас И говорит Как Вы опять Что-то Что-то Не нравится Да Вы просто Торпедируете Мою работу Да Что вы свои Вопросы Задаете Да Что вам Не ясно Да А вот У нас Программе Написано Мы хотим Уменьшить Цены Лекарства Мы говорим Супер Но как Это сделать В рыночной Экономике Сделаем Секретариат По уменьшению Цены Лекарства Он С этим Разберется Ну это же Несерьезно Да Это же Абсолютно Серьезно Смеяться Или плакать Только Реально Это конкретное Секретариат Поможет нам Посадим Куда Людей Вот именно Нужно Создать Секретариат Который Будет уменьшать Цены На лекарства И вся проблема Решит Указом И знаете Был такой Был сериал В Великобритании Да Господин Премьер-министр Был такой Да Это иронический Пародия Насчет того Как Не нужно Работать Правительству Вот господин Гоземс Так Да И предлагал Работать Когда мы на это Указывали И не только мы Новое Огентство Очень тоже Я бы сказал Там Мы удивлены Да Ну кто-то смеялся Например Зеленые крестьяне Сидели тихо И все время улыбались Ну ясно Что-то не улыбались Да Да Они действительно Не говорили ничего Чтобы их первых Не выгнали Да Потому что они тоже Такие рисковые Группы были Они тихо сидели Но все время Была большая улыбка Потому что К сожалению Этот процесс Которым руководил Господин Гобзен Был Был провалочный Ну по сути Да И ему как-то Из этой ситуации Надо было выйти Да Ну вот И он нашел Такой прием И сразу Ну там Перепригнул Там условно Сто метров Да И сразу делешь И сразу сказал Вот портфели И что И занимайтесь Сами решайте Что там с лекарствами Что с ОИК Да Сами все решайте Да Потому что Потому что Ему важно По моему В принципе Главное Бить В центре внимания Да К сожалению Это для Господина Гомзенса Самое важное Не создать Реальное правительство Не создать Реальную коалицию Да Ну просто Быть В центре внимания То есть он даже Сам не очень-то Был уверен Что станет Премьер-министром Да Или в какой-то момент Он сам себя убедил Что он будет Нет Я думаю Что в какой-то момент Он сам себя убедил Что это возможно Да Да Но Реальных шансов По моему У господина Гомзенса Не было Да К сожалению Потому что Первые дни Мы действительно Шли на эти переговоры Ну так С открытым сердцем Ну Возможно Да Действительно Договоримся Да Но Фактически После уже Вторника Среды Было ясно Что это просто Катастрофа И такого Наша страна Просто Не заслуживает Такого премьер-министра И такого 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 правительства Ну вот сейчас Фактически Если Ну Я понимаю Что мы сейчас Спекулируем Но тем не менее Если допустим Господин Гомзенса Ему удастся Как-то Вернее не удастся Уговорить Новых консерваторов ИКП От своего ультиматума То тогда выкидываются Зеленые крестьяне И остается 53 голоса Да Ну Мне тяжело Представить Даже если Правительство утвердят Ну допустим Я чисто гипотетически Говорю Что можно нормально Управлять Имея 53 голоса Очень сложно Я понимаю Что формальное Большинство есть Но как обеспечить Большинство всюду В комиссиях При голосовании Ну это очень тяжело Во-первых Это невозможно С 53 голосами Ну такой Стабильное Стабильное Правительство Какое-то время Наверное можно Нет Возможно Пять месяцев До того Как будет решение Наверняка Не дать ему Допуск К госсекрету Да Эти пять месяцев Конечно такое правительство Может продержаться Но не дольше Дольше Но я не понимаю Я уверен Что и Национальное объединение И Новая Вена Ибо В таком моменте Все-таки подумают А почему Наша страна Должна терять Пять месяцев Только потому Чтобы мы все Убедились Что господин Гобземс Не может Руководить Правительство Зачем Такой эксперимент Да Я как-то Мне как-то Кажется Да И все эти То-таки Неформальные сигналы Показывают Что венут Ибо Единство И национальное Объединение Очень возможно На это Все-таки Не пойдет Но если пойдут Это их решение Избиратель Их Наградил С числом Мандатов Да Действительно 53 голоса Такому правительству Есть Если это действительно То что Эти партии Перед выбором И своему Избирателю Обещали Мы будем Реальная Конструктивная Но очень сильная Оппозиция Такому правительству Да Ну вот интересно Это такой Очень важный момент Сам президент Говорил о том Что но все-таки Кандидат премьеры В стране Европейского Союза И НАТО Должен обладать Допуском ГОСТА Не нравится нам Или нет Но такая Объективная реальность Ну как мы сегодня Видим Проверка в отношении Господина Гобземса Продолжается Господин Мазит Из директора Бюро защиты Конституции Четко сказал Что Ну уж до 10 декабря Никак Решения по допуску Не будет Да Вот Как с этим Как с этим быть То есть Представляете Заседание правительства Рассматриваются Секретные вопросы Гобземс выходит В коридор Да Покурить Ну Очень Очень правильно Отметили В это время Для натовской страны Ну это В принципе Невозможно Это абсолютно В принципе Невозможно Так что Я думаю Что это все-таки Тоже Еще один Очень большой И серьезный Такой Аргумент Да Почему И довольно Твердым Можем уже Сегодня Ну Не заявлять Ну Можем быть Уверены Что Господин Гобземс Все-таки Не станет Премьером Потому что Я не могу Поверить Что Новое единство Что Национальное Объединение Может проголосовать При этих Аспектах Могут проголосовать За кандидата У которого Нет допуска Я просто Не верю Пять месяцев Ну 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 Это невозможно Ладно Там Две недели Да Это возможно Какие-то вопросы Можно переложить Да И так далее Но Пять месяцев Это абсолютно Невозможно Так что Я уверен Что это Действительно Большой Серьезный И основательный Аргумент Чтобы Чтобы Или это Будет Завтра Пятница Или Понедельник Или На следующей Неделе Все-таки И что Возможные Возможные Партнеры По коалиции Ушли Из этих Переговоров Просто потому Что Ну Мы Реально Вяжем Что Король Голый Да Реально Король Голый Олдис Гозен Не может Стать Премьер Министром Потому что Просто Не может У него Нет Способности Договариваться У него Нет Программы Он не понимает Он не понимает Принципы Политической Деятельности И у него Нет допуска К госсекрету Да Он просто Не может С этой работой Справиться Да Конечно Удивительная История Вот мы Сейчас Наблюдали Буквально Вы правильно Заметили Что сегодня Много событий Происходит Во второй части Тоже об этом Поговорим Но вот Недавно Пришло сообщение Что теперь Господин Каминч Фактически Присоедился К позиции Борденца Говорит о том Что да Он против того Чтобы в одном правительстве Были и зеленые крестьяне Тоже То есть Получается Что раскол У Гобземцев В партии По существу Раскол Ну Это действительно На это похоже Трудно сказать Чем это закончится Но это Точно Не какая-то Там Условно Ну по латышке Это слово Парпра Томс Да Недоразумение Это не Недоразумение Это Конкретный Довольно Жесткий Я бы сказал В такой день И в такой момент Два часа После того Как Гобземс Господин Гобземс На телевидении Утром Заявил Все-таки Такой серьезную Серьезную Стратегический Такой Свой шаг Насчет Формирования Правительства Фактически Лидер Партии КПВЛВ Да Выходит С таким С таким Публичным Стейтментом Я думаю Что это значит Что это Ну такой Уже Первый Желтый сигнал Может быть Еще не красный Но первый Желтый сигнал Господин Гобземс Что стоп Стоп У тебя Мой милый друг Не только Нет 51 Голоса У тебя Еще не сказано Что 16 Голосов Своей партии Есть Не мечтай Не мечтай Не мечтай На счет 53 У тебя Очень возможно Только один И тот Твой голос Может быть Я переувеличиваю Но это Очень конкретный Сигнал И это Точно Не Недоразумение Эдгар Сеянс У нас в студии Привемся Ненадолго Новости Реклама Не переключайтесь Микс Ньюс Да Еще раз Добрый вечер Эдгар Сеянс Который Представляет Как вы знаете Политическое объединение Для развития За У нас сегодня В студии Мы обсуждаем То что сейчас Происходит Очевидно Что видимо Что в понедельник Втронник Решится судьба Господина Гобземса Я имею ввиду Что 10 декабря Заканчивается Срок Который президент Ему отвел Для формирования Правительства Но если у него Не будет большинства К этому все идет То видимо На этом Все у господина Гобземса Закончится Все таки Я понимаю Что мы сейчас Может быть Чуть-чуть забегаем Вперед И чуть-чуть гадаем А что вообще делать В этой ситуации Ну не знаю Понятно Что все карты В руках президента Опять То есть Опять будет думать Что ему делать Вроде бы И 6 партий есть Могут быть Разные комбинации Но все с друг другом Уже не могут Больше нормально Существовать Потому что Очевидно Что после того Что скажем После того Как себя вел Господин Гобземс В отношении Вашей политической силы Ну вам тоже Наверное Будет сложно Вот взаимодействовать С этой партией Или вы готовы И в таком варианте Работать Нет Для нас Будет трудно Время Действовать С господином Гобземсом Лично Ну конечно Потому что Он себя ввел Очень непорядочно Насчет партии КПВЛВ Я К этой партии Я отношусь Ну нейтрально Скажем так Я думаю Что возможные Переговоры Насчет совместной Работы В одной коалиции Возможны Да Нужно понять Три вещи Во-первых Нужно Понять За кем Будет стоять Партия КПВЛВ За господином Гобземсом Или за Легитимное Правление Потому что Нужно учесть Что господин Гобземс Даже не является Членом Правления Этой партии Да Он присоединился Партии Только в июне Май и июне Да И он даже Не является Членом Правления Нужно понять За кем Будет стоять Вот эти 15 депутатов Да За господином Гобземсом Или за господином Каменчем Если за господином Гобземсом Тогда конечно Ситуация хуже Потому что Он заявил Что он там Не будет сотрудничать С нашей партией В этом Созиве Парламент Но в парламенте Да Ни в коем случае То есть в следующие 4 года Да Следующие 4 года Если это так Тогда у нас Не только там Остается 77 Этих Мандатов Да Остается Значит 61 Ситуация уже Намного сложнее Потому что Если ЕКП Значит Новые консерваторы Продолжают Там Настаивать Что ЗЗС Не должно быть В правительстве Да У нас В принципе В лучшем случае Максимум 50 голосов Да При такой ситуации Конечно Возможно Что будет Наш кандидат Да В принципе Невозможно Тогда будет Кандидат Ну или От Национального Объединения Например Роберт Если он Согласится Хотя Сухи Ход Что Не Особенно Хочет Из Брюсселя Приезжать Я тоже Слышал К сожалению Роберт Зил Хочет Лучше 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 В свое время Проводить В Брюсселе К сожалению А не работать Руководя Правительством Ну что делать Такая жизнь Ну и тогда Остается Наверняка Ну Зеленые крестьяне Наверняка Все таки Нет Да Но они все таки Потерпели Поражение На парламентских Виборах Тогда остается Новое Единство Да Тоже Как маленький Партнер Помните Когда господин Годман Создавал Своё второе Правительство Да Он тоже Создал Правительство Как маленький Партнер В этом Правительстве Да Он был Премьером Как маленький Партнер Да Чтобы как-то Уравновесить эти большие силы в своем правительстве. Ну, Вену Триба может идти на такую роль. Но это зависит от того, какая будет позиция партии КПВЛВ после того, как господин Гобзем финиширует, не создав правительство. Какие, я не знаю, тяжело, наверное, говорить из серии, если президента был я, ну, может быть, что-то даст, если президент, не знаю, соберет всех вместе, какой-то меморандум. Но что-то же надо делать, потому что все попытки договориться по-одиночке с каждым кандидатом премьеры, ведь ничему не приводит эта стратегия. Я тоже уверен, что господину Вейюнису придется в следующем раунде быть очень возможно. Более активным, да? Даже не активным, но вот более в каком-то аспекте даже делать часть работы политиков, которые избраны в парламент. Да, это надо будет, потому что отношения, к сожалению, между политиками настолько на нынешний момент, да, такие горячие и острые, да, что такой медиатор, если так можно сказать, да, действительно помог бы эти отношения уравновесить. Да. Вот еще, говоря о правительстве, насколько вероятно, что в каком-то, на каком-то моменте президента придется выдвигать кого-то независимого кандидата. Многие вспоминают этот 95-й год, когда Гринвуллс не смог создать правительство, потом не смог утвердить правительство Чеверс, и все дело дошло, то, что появился господин Щелла вроде бы ниоткуда, да, вот беспартийный человек. Или сейчас такой вариант... Нет, я думаю, этот вариант не исключен. Я думаю, что третья попытка будет в каком-то аспекте, в любом случае, за ну, человек, за кем-то, кто избран в парламент, но если, не дай Бог, и это будет попытка мимо, да, тогда я думаю, что возможность нейтрального кандидата очень велика, очень велика, потому что идти просто по списку вниз, да, тогда так и можно дойти до тех партий, которые не попали в парламент, да, и идти тоже будут в каком-то аспекте нейтральнее. Это, конечно, шутка, но если серьезно, я думаю, что третья попытка, наверное, в каком-то аспекте все равно будет за избранным в парламент политиком, да, но если это будет неудачно, тогда возможность нейтрального кандидата довольно велика. Да, вы не допускаете, что президент может решиться на какой-то инициативу распуске парламента, досрочные выборы, пока нет таких индикаций? Ну, президент сам заявил, что это, этот вопрос не стоит на повестке дня. Я верю, что это правда, ну, на нынешний момент, да, такого действительно аспекта или нужды, я бы сказал, нету, да, ну, если там не смогут партии договориться и третий, и четвертый раз, да, ну, я, конечно, не исключаю, потому что досрочные выборы, это, в принципе, демократической стране, ну, нормальный подход к решению политического, политических проблем, да, если это, это политическая ситуация, она накаляется настолько, что больше эти конкретные политики не могут там не только работать вместе, да, но там и здороваться, и нормально говорить, но тогда, ну, предвременный выбор, это нормальная ситуация, да, это ничего особенного, да, в Англии, например, довольно часто, да, в Италии вообще у нас рекордсмен, там, там, редкий парламент, который все четыре года отработал, да, ладно, это, конечно, не лучший пример, да, но, в принципе, но, в принципе, это ничего сверхъестественного, да, я, конечно, надеюсь, что до этого не дойдем, но это возможно. Да, вот интересно, что касается, можно ли сейчас говорить, что по существу вот вот эта вся ситуация, и господин Гобзин в том числе, фактически создали политический кризис в стране в какой-то степени, ну, или близко к этому, я сейчас не говорю о конституционном кризисе, конечно, я говорю о политическом кризисе. Я понял, я думаю, что мы можем такую терминологию использовать, да, я думаю, что можем, потому что все к этому идет, я действительно надеюсь, что третья попытка будет, потому что я уверен, что будет третья попытка, я просто не верю, что господину Гобзину что-то может удастся, ну, что он может с этой работой справиться, ничего она этого не указывает, да, я думаю, что третья попытка все-таки будет, будет, я надеюсь, все-таки будет успешной, да, но такие признаки политического кризиса, я думаю, что видны, конечно, видны. Да, еще такой вопрос, который не могу не задать, остается ли господин Паврикс пока не менее на данном этапе кандидатом для развития за премьера? Конечно, пока не избран кто-то другой на пост премьер-министра, другой представитель другой партии или нейтральный, например, да, господин Паврикс официально является нашим кандидатом на этот пост, мы считаем, что он действительно и по опыту, и по другим качествам абсолютно с этой работой может справиться на десятку, да, но будет ли такая возможность у господина Паврикса, это, конечно, покажет в ближайшей, ну, я бы сказал, там, в ближайшей неделе. Даже так, да? Да, ну, главный вопрос, что КПВ будет делать после того, как закончится миссия господина, невозможная миссия господина Гобземса. Да, вот вы упомянули административную территориальную реформу, действительно, это один из важных моментов. Что вообще для развития за, считаясь сейчас приоритетом для следующего правительства, кто бы его не возглавил? Вот, хорошо, административная территориальная реформа, может быть, что-то еще? Административная территориальная реформа, которая однозначно идет шаг в шаг с реформой образования, да, это просто никак не можно смотреть отдельно. И второй большой блок – это, конечно, здравоохранение. Вот это то, что… Это, конечно. Эти две сферы – это самое-самое-самое актуальное на сегодняшний момент, да. Нет такой опасности, что вот в этой комбинации, ну, таких, скажем так, правых партий, даже не правоцентристских, таких, но очень правых партий, вы как движение, которое все-таки там ориентируется на либеральные ценности, что вы просто свою программу не сможете реализовать? Трудно сказать. Я думаю, что если будет создано правительство, в которое будут входить и консервативные силы, и либеральные, как мы, будет очень четко оговорено то, что является общими вопросами коалиции, и где, и которые вопросы. Каждая партия имеет право, например, в парламент вносить какие-то поправки к законам или новые инициативы, да, и вне коалиции искать к этим идеям, значит, голоса, если так можно сказать, да. Это невозможно будет, как на нынешний момент, когда все записано в коалиционный договор, что все только или вместе, или никак, да, так вот именно сейчас это записано. Такого не будет возможно. Именно потому, что мы, конечно, заинтересованы сделать не только там эти большие реформы, которые я назвал, но и действительно нашу социал-либеральную повестку дня как-то начинать там двигать, да. Это и вопросы насчет Кобзевис, да, и такие вопросы, да, и много других вопросов, в том числе, например, там насчет гражданства, значит, детям родились в Латвии у неграждан, и так далее, и так далее. Да, эти не могут быть все эти вопросы вопросами коалиции, потому что действительно большинство в этой коалиции в любом случае будет консервативной силы, да, и там разногласия, если все включать в коалиционный договор, разногласия все-таки будут очень большие. Но, с другой стороны, понять, какая позиция у КПЛВ по этим вопросам невозможно. Пока не удалось, да? Господин Кобзевис сейчас играет такого ултраконсерватора, сегодня особенно, да, в заседании парламента, да. Но это, я думаю, ну, скажем так, ну, его личная такая, его личный тактический ход. Я думаю, что это не идеология, и это даже не позиция всей фракции. Это просто, ну, они вот там за своего, за своего кандидата стояли, ну, и проголосовали за эту ултраконсервативную позицию насчет там вопросов миграции, которые сегодня рассматривались на заседании парламента. Просто слова о конвенции, по большому счету, да. А вот, как вам кажется, насколько возможен раскол в рядах новых сил, потому что, ну, обычно новые силы всегда есть такой риск, потому что люди там, многие неизвестные, да, вот, допустим, в КПБ и ЛВ. Есть такая вероятность, как вам кажется? Я думаю, что, ну, я даже надеюсь, что нет, потому что я не думаю, что это хорошо, когда партии, особенно такие, которые там подавали надежды какому-то электорату, да, через 2-3 месяца в парламенте там расходятся, потому что поссорились между собой. Я надеюсь, что нет, потому что это все ведет к тому, что рейтинга политической сферы падает, падает, падает. Но я надеюсь, что господина Гобземса за такую истерическую и абсолютно, по-моему, даже его действия очевидны против любых интересов даже его партии. Я, конечно, думаю, что не самое глупое было бы, не мне советовать, конечно, что делать с Гобземсом, но я думаю, что если бы его исключили из этой партии, да, любой раскол не был бы возможен. Если он останется, да, и будет заниматься тем же, чем он занимается до сих пор, ну, тогда это, к сожалению, но может довести до того, что эта партия в какой-то момент может и расколоться, к сожалению. Вот такой последний вопрос. Я понимаю, что трудно делать прогнозы, но ваше ощущение в январе удастся сформировать правительство? Понятно, что в этом году уже вряд ли успеют, да? Я думаю, что да. Что третья попытка, возможно, окажется. Я думаю, что третья попытка будет возможна. Не будет возможна, а третья попытка закончится с правительством. И я даже думаю, что третья попытка закончится в этом году, да. Если третья попытка будет позитивная, да, тогда я думаю, что в этом году. По крайней мере, будет ясно, если даже не успеет проголосовать, да. Если не, третья, если третья попытка тоже будет мимо, тогда уж точно не в этом году, и тогда я не уверен, что в январе. Даже так, да? Да, потому что тогда, как я сказал, очень большая высока вероятность, что мы будем искать кандидата вне парламента, да. И тогда этот процесс намного, намного сложнее и требует больше времени. Эдгар Сьяновс у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо.